Это ежедневный обзор финансовых рынков от Freedom Finance. В студии с вами Сякен Сареев. Здравствуйте! Во вторник основные американские индексы полностью вернули всю премию, заработанную в предыдущий день. В итоге индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,27% до уровня 2744 пунктов. Технологический индекс NASDAQ скорректировался на 0,23% до отметки 7330 пунктов. В свою очередь промышленный индекс Dow Jones упал на 0,16% до значения 25410 пунктов. Тревогу в ряды инвесторов внесло выступление нового председателя ФРС Джерема Пауэлла перед Конгрессом США. В своей речи он заявил, что Центробанк может продолжать постепенно повышать процентные ставки, поскольку перспективы роста остаются благоприятными. А недавний спецкрыночной волатильности никак не должен повлиять на экономику США. Некоторые из препятствий, с которыми экономика США столкнулась в прошлые годы, превратились в факторы, способствующие росту. Отметил Пауэлл в письменном докладе Комитету по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. Фискальная политика стала более стимулирующей, а внешний спрос на экспорт США находится на более твердой траектории. В целом, настрой ФРС на продолжение роста базовой ставки был вполне ожидаем. Однако инвесторов расстроило отсутствие обратного сюрприза, то есть более мягкой риторики главы Центробанка. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе по итогам прошедшей торговой сессии. Самой негативной динамикой отметились не основные потребительские товары, коммунальные компании, а также сектор основных материалов. Меньше всех потерял финансовый сектор. Наиболее популярными акциями S&P 500 во вторник были General Electric, Bank of America и корпорация Comcast. Интересной динамикой отметились именно акции Comcast, которые просели на 7,38%. Однако так какового негатива за данным снижением не стоит. Речь идет о крупной сделке по слияниям и поглощениям. Так, американская телекоммуникационная корпорация Comcast предложила 22,1 миллиарда фунтов за британскую увечательную компанию Sky. «Мы хотели бы купить Sky целиком и хотим сейчас приобрести более 50% ее акции», – заявил гендиректор Comcast Брайан Робертс. По его словам, Comcast хочет использовать Sky как площадку для роста своего бизнеса в Европе. В феврале 2018 года антимонопольное ведомство Британии предварительно не одобрило сделку кенстудии 21-й век Fox и Sky, заявив, что сделка не послужит общественным интересом. Нефть марки WTI по итогам торгов во вторник подешевела на 90 центов или на 1,4% до уровня 63 доллара за баррель. Брент потеряла в цене порядка 87 центов и закрылась на уровне 66 долларов 63 цента за баррель. Нефть подешевела в преддверии публикации в среду отчета Министерства энергетики США по изменению американских запасов нефти за прошлую неделю. Цена на золото по итогам торгов на Comcast снизилась на 14,2 доллара или приблизительно на 1,1% до уровня 1318 долларов 60 центов за тройскую унцию. Золото потеряло в цене в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. Мартовские фьючерсы на медь, в свою очередь, скорректировались на 4 доллара до отметки 315 долларов 75 центов за контракт. Сегодня инвесторы ждут публикации предварительной оценки роста ВВП США в четвертом квартале 2017 года. Рынок будет внимательно следить за любыми ключевыми общеэкономическими данными в попытках спрогнозировать дальнейшие действия ФРС. И на сегодня у меня все. С вами в студии был Сакен Сырив и это ежедневный обзор финансовых рынков от Freedom Finance. Положительных вам взялок и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин